Совсем скоро ключи от новых комфортабельных квартир получат семьи, проживающие в ветхих бараках Владивостока. Сейчас готовится к сдаче еще один дом на улице Порт-Артурская в поселке Трудовое. Построена эта трехэтажка администрации Владивостока в рамках выполнения федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Дом в принципе уже готов, все сети подведены, внутренняя отделка сделана, территория мы видим закончена, останется только по весне посадить зеленое насаждение и засеять траву. В доме 43 квартиры, все они выполнены с полной отделкой, водоснабжением, канализацией и прочими удобствами. Кстати, это уже пятый дом за три года реализации программы. Первые семьи распрощались со своими ветхими бараками еще в январе 2015 года и переехали в новое жилье. Администрация позаботилась и о развитии микрорайона. Недалеко с домами центр детского творчества, детские площадки и садик на 200 малышей. Школа рядом, автобусная остановка вот она, электричка вот она, 10 минут можно пешком добежать, можно на автобусе доехать, если нравится. Кстати, в сентябре этого года поселок Трудовое посетил с рабочим визитом заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Он отметил, что дома на Порт-Артурской – один из лучших примеров реализации программы по переселению в России. Уже в пятый по счету дом переселят бараки с улиц Героев Хасана, Глинки, Комунаров, Шилкинской и других. Это те семьи, чье жилье признали аварийным до 2012 года. На этом очередная программа переселения временно приостановится, но аварийное жилье еще остается. Причем как на материковой части Владивостока, так и на острове Русский, который тоже относится к приморской столице. Я жить хочу, я боюсь, я вокруг вот так прохожу, потому что кирпичи не сегодня, не завтра упадут на голову. 15-й дом в поселке Подножье официально признали аварийным два года назад. Отреагировала быстро на это только ТСЖ. Просто отказалась вывозить мусор со двора официального барака. В доме нет фундамента, а со стен в прямом смысле валятся кирпичи. В подъездах и квартирах еще хуже. Здесь нет канализации и водопровода. Вместо туалета – ведро. Вместо воды из-под крана – водонапорный насос. Большинство квартир здесь люди забросили, потому что по документам этот дом не пригоден для жизни. А по факту еще и опасен. Какую еще аварийную нужно квартиру, я не знаю. И к кому уже обратиться мне, я тоже не знаю. Никто не хочет ничего делать. Все отписки, все приписки и все. Но так как дом в подножье признали аварийным после 2012 года, в нынешнюю программу переселения он не попал. И придется его жильцам ждать следующий. Кстати, городская администрация вместе с жильцами бараков тоже ждет. Финансирование с федерального бюджета. Сейчас специалисты городской администрации уже составили и утвердили новый проект очередного дома. И к его возведению они готовы приступить сразу, как только поступят деньги. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.